Гонжара Киев пытается выжать максимум из инцидента в Керченском проливе. Радио Спортник Гонжара Киев пытается выжать максимум из инцидента в Керченском проливе 17.30 РИА Новости Алексей Филиппов Задержанные украинские моряки в Лефортовском суде Москвы РИА Новости Алексей Филиппов Киев выразил протест из-за продления в России и ареста украинских моряков, задержанных в Черном море за незаконное пересечение газграницы. В эфире Радио Спортник Депутат Госсовета Крыма Владислав Гонжара прокомментировал позицию Киева. Вчера, в 18.42 эксперт о призыве к азовским санкциям, Киев пытается шантажировать запад Киев призвал ввести азовский пакет санкций против России. В эфире Радио Спортник Политолог Владимир Шаповалов высказал мнение, что заявления киевских властей стоит рассматривать в контексте начавшейся избирательной кампании. МИД Украины выразил протест РФ в связи с решением суда в Москве продлить арест украинских моряков, задержанных в Черном море. Суд в Москве в понедельник, 14 января, продлил срок ареста 20 украинцам, во вторник еще четверым. Министерство иностранных дел Украины выражает решительный протест в связи с неправомерным решением Лефортовского районного суда Москвы продлить содержание под стражей 24 украинских военнослужащих, говорится в сообщении украинского ведомства. Также в МИД потребовали предоставить медицинские заключения о состоянии здоровья раненых моряков и призвали международное сообщество содействовать их быстрому освобождению. В эфире радио «Спутник» депутат Госсовета Республики Крым Владислав Ганджары прокомментировал официальную позицию Киева. Отправляли моряков, чтобы устроить провокацию, а сейчас ее продолжают. Из того инцидента, который произошел, сегодня Киев пытается выжать для себя максимум. Из точки зрения очернения нашей страны и обвинений, которые не соответствуют действительности. Есть украинские моряки, нарушившие территориальное и морское пространство РФ, проигнорировавшие призывы к нормальному урегулированию ситуации. Сегодня они, находясь под стражей на территории РФ, никакими военнопленными, как это пытаются представить на Украине, не являются. Это представители иностранного государства, совершившие преступные действия на территории нашей страны. Другой вопрос, почему они совершили эти действия? Эти моряки – жертва киевского режима, для которого граждане не имеют никакого значения. Сегодня в Киеве думают об одном, как удержаться у власти, считает Владислав Ганджара. Три корабля ВМС Украины 25 ноября нарушили границу России, вошли во временно закрытую акваторию территориального моря РФ и двинулись из Черного моря к Керченскому проливу. Они опасно маневрировали, не подчинялись законным требованиям российских пограничников. Корабли с 22 моряками и двумя сотрудниками СБУ были задержаны. Трое из них были ранены, они были госпитализированы и получили медпомощь, их жизни ничто не угрожает. В отношении задержанных возбуждено уголовное дело о незаконном пересечении газграницы. 29 декабря 2018 года, 9.17 мнения, Украина извлекла урок из провокации в Керченском проливе. В Госдуме ответили на требования Берлина и Парижа по Керченскому проливу. Политолог Владимир Корнилов в эфире радио «Спутник» прокомментировал ситуацию, отметив, что Запад не вникает в суд конфликта. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...